Амичи требуют разрешить им ремонтировать мусоропроводы за счет средств фонда капитального ремонта. Сейчас это считается нецелевым расходованием средств. Между тем, в городе больше тысячи старых мусоропроводов капитально не отремонтирован ни один. Получается, все они рассадник инфекций и вредителей. Юлия Боброва продолжит тему. Чистые лестницы, живые цветы. Пенсионерка Алла Корниенко говорит, ее подъезд кажется идеальным, пока не подойдешь к мусоропроводу. От неприятного запаха не спасают ни растения, ни ежедневная уборка. Запах идет из мусорных камер, потому что мусорные камеры за 42 года не ремонтировались. Вот вы представляете, что там въелось? В стены, в пол, там дырки, там крысы бегают. Они прогрызают просто вот начисто. Они там семьями живут. Прогнивший пол, ободранные стены и просто непередаваемый запах. Этому мусоропроводу больше 40 лет. При этом все нечистоты из трубы падают прямо на пол. Вот занести сюда контейнер просто невозможно по техническим условиям. Как рассказывают жители, иногда здесь накапливается мусора с человеческим ростом. Все четыре мусоропровода в здании устарели, говорит старший по дому Валентин Ватулин. Чтобы отремонтировать их, нужно 450 тысяч рублей. На специальном счете дома есть 900 тысяч. Только вот потратить свои деньги так, как они хотят, жильцам не разрешают в региональном фонде капитального ремонта. Мне в юроделе сразу сказали, что этого конструктива нет в законе. То есть капитального ремонта мусоропровода законом не предусмотрено. Люди отдают эти деньги, сами собирают, и им же, как распорядиться этими деньгами, ставят условия. Ну ведь вы поймите, ну как это? Ремонт и замена мусоропроводов не входит в перечень работ, финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта. Перечень работы и услуг, выполнение которых может финансироваться за счет средств фонда капитального ремонта, утвержден статьей 15 закона Омской области от 18 июля 2013 года. Мусоропроводов в Омске несколько тысяч. Большинство уже устарело. Эксперты говорят, ветшают чаще всего мусороприемные камеры. Даже обслуживать их проблематично. Мусоропроводчик сейчас очень часто встречается. Выкатывает тележку, приспособленную к детскому коляску, на которой стоит корыто, и в этом корыте мусор. Это как раз то, чего сейчас не должно быть. Выходят из строя те устройства, которые были предназначены, скажем, для того, чтобы помыть мусороприемную камеру. Запыление, это задымление, это она проедается всякими запахами, потому даже санитарную обработку самих стен нужно делать. Поэтому людям проще заварить мусороприемники и носить отходы на улицу. Впрочем, жильцы дома по улице Кемеровской ситуацию все же попытаются изменить. Они обратились с запросом в региональное ЗАГС Собрание, чтобы там изменили закон. И включили мусоропроводы в список объектов, на которые можно потратить собранные на капитальный ремонт деньги. Юлия Боброва, Анатолий Серов, Сергей Степанишин. Новости. Здесь Омск.